день воскресный день чудесный а прямо сейчас я вас познакомлю с еще одной невыдуманной душевной жизненной историей как молодая супружеская пара проживает в квартире в москве у родителей и понимает что все пора вылетать из родительского гнездышка и обзаводиться своими квадратными метрами но бюджетик ограничен соответственно выбор пал на новостроечку у мкада знакома зарисовочка вот послушайте пожалуйста что расскажут люди почему прожив три года с улыбкой на лице из новостроечки они уезжают старые советские дома я постарался сделать сюжет максимально объективным покажу вам все плюсы и минусы а вот выводы вы сделаете в комментариях приятного просмотра мы начинаем прямо сейчас привет меня зовут татьяна я героиня сегодняшнего выпуска я расскажу почему мы переехали из огромной новостройки за мкадом в очень-очень старый района расскажи пожалуйста откуда ты как ты переехала в москву как познакомилась с мужем вот кратенько эту историю чтобы людям было понятно я из екатеринбурга познакомились с мужем мы с моим будущим в контакте когда-то давно и начали общаться в 2015 году я переехала москву ну таким обоюдным решением я все бросила там работу и переехала сюда и получается когда ты переехала доску я знаю вы начали жить сначала у его родителей в относительно новом доме мы жили у его родителей это район кожухова тогда там было метро новокосином ближайшие левыхина и район был классный нам очень там нравилось и прожили мы там где-то два с половиной три года потом мне поступило предложение о замужестве в общем-то и мы решили что нам нужно свое жилье жить у родителей было уже совсем не комильфо и мы приняли решение покупать что-то свое что вы начали смотреть и где мы рассматривали квартиры которые не стоили очень дорого потому что мы не рассматривали вариант ипотеки рассматривали только за наличку чтобы купить в наличии у нас было где-то 3 400 примерно мы смогли скопить за это время и хотели что-то вот более-менее временное чтобы потом поменять на что-то другое и мы купили в самолете на секундочку для справочки про этот жилой комплекс мы снимали сюжет еще два года назад и все кому интересно вы можете посмотреть он есть на канале в том числе те кто проживают сейчас самолете может писать как ваш жк изменился за последние ну три года татьяна проживала там же со своим супругом на основании чего она может сделать полноценный отзыв который вы услышите чуть дальше важная деталь первую половину сюжета я буду брать татьяну крупным планом с размытым фоном чтобы вы не видели где мы находимся так кусочками такая вот авторская задумка мне в голову пришла а потом когда уже дойдет речь до того как они купили квартиру и начнет рассказывать про дом окрестностей я вам уже в деталях все покажу я не знаю почему мы решили что там будет ок но почему бы нет мы пришли в офис застройщика решили узнать про новостройки нам рассказали там все про них мы походили и поняли что ждать дома и мы никакие не хотим что нам надо вот как-то вот поскорее и начали искать вторичку во вторичных вариантах было много в принципе всего выбор был огромный и мы очень быстро нашли подходящий вариант квартира была абсолютно пустая там ничего не было даже раковины то есть она была вот абсолютно пустая как от застройщика ее человек покупал там не жил чтобы ее потом продать в каком году получается ищите покупаете квартиру это было 2018 год мы заключили сделку в мае в сентябре мы заехали потому что мы делали ремонт все лето там был абсолютно пусто приходилось еще параллельно закупать мебель и все такое слушай а в 2018 году получается покупает там однокомнатную квартир однокомнатная квартира какая-то 4 квадратных метров а цена у нее 3 4 на тот момент на тот момент она была 3 400 3 300 я уже точно не помню сколько от вас ушло потом дальше там на ремонт облагоустройство мебель тогда ремонт мебели все такое у нас обошлось примерно в 550 мы покупали то есть вообще все все мебели делали обои там сантехнику этот стиральные машины и посудомойки 550 тысячу это ушло да где-то 550 вышло тогда было икея все это было в принципе доступно вполне мы не покупали ничего супер лакшери брали довольно простую технику там никаких богатых в общем вещей у нас там не было поскольку мы ребята простые зарабатывали все самостоятельно и как-то надо было это все быстро плюс свадьба в общем в таком темпе мы в общем все успели сделать и в сентябре мы туда заехали знаете давно заметил что людям интересные видеоролики в формате интервью с различными успешными людьми которые не сказочники а действительно прошли свой длинный жизненный путь и делятся как взлетами так и падениями рассказ это в открытую отвечая на различные вопросы знакомы такие ролики встречали смотрели вам тоже нравится вот тогда запоминайте 26 апреля на vtb арене в москве соберется огромное количество участников на масштабной бизнес-конференции амакон это будет самое яркое и масштабное событие года более 80 тысяч участников онлайн и оффлайн соберутся топовые спикеры из самых разных сфер для того чтобы рассказать как грамотно управлять своим бизнесом в текущих реалиях услышите там не будет каких-то бизнес-тренеров различных скучных лекций только реальные истории где те самые основатели различных крупных компаний расскажут о тех самых взлетах и падениях что собственно и создает свою уникальную атмосферу предпринимательства ту самую атмосферу когда ты выходишь из зала заряженным хочешь двигаться дальше хочешь развиваться поэтому ребята не пропустите ссылочка ждет вас в описании заходите регистрируйтесь 26 апреля vtb арена москва амакон если вдруг у вас нет возможности приехать в москву на это мероприятие организатор обо всем позаботились поэтому не расстраивайтесь вы сможете посмотреть онлайн трансляцию а те кто прийти могут ребята у меня для вас потрясающая информация ведь по промокоду вы можете посетить амакон бесплатно или получить скидку в тысячу рублей на вип места или места в партере ссылочка на регистрацию ждет вас в описании все подробности там же дань ну первые мысли первое ощущение вспоминай вы приходите с мужем ваша квартирка как она вообще честно сказать мне самолет никогда не нравился я не очень хотела туда переезжать и как-то у нас были насчет этого всегда большие сомнения потому что это человейник да так будем говорить я никогда не любила человеке мне это как-то совсем было не близко но мы решили но все живут и особо никто не жалуется может это и ничего вроде все молодые давай попробуем мы туда заехали и начали жить первое с чем мы столкнулись это абсолютная изоляция от цивилизации то есть самолет это остров я его называю остров невезения потому что там ты приехал и ты как вот там находишься только внутри как на доме 2 куда-то выйти это либо через поля через это как вот дорога до цивилизации да хотя бы тоже некрасовки это форт боярд потому что там нет нормальных туда тогда не было сейчас не знаю может быть что-то появилось тогда не было нормальных дорог приходилось ходить буквально по колено в грязи если это осень по колено там в снегу если это снег и в общем тяжелый случай было выйти оттуда метро тогда некрасовки не было соответственно ближайшее метро было новокосино и до него доехать было примерно час на автобусе полтора потому что она объезжала все люберцы там все на свете и занимала дорога просто огромное количество времени пожирала сумасшедшие это первое было очень неудобно потому что муж работает на профсоюзной тогда работал сейчас работает дорога до работы занимала два с половиной примерно часа у него это вот как минимум салют по ходу монтажа вставлю свои 5 копеек вот независимый отзыв людей которые там жили мы снимали в 2021 году феврале и тогда человек тоже самое в принципе рассказывал перечислял те же самые проблемы я читаю ваши комментарии уже поднимал вопрос о том что ой мошков новостройки хейтишь а вторичку эту проперданную рекламируешь друзья ни в коем случае если вы сейчас приедете в самолет в пик и другие новостройки народу там уйма и кто бы что не рассказывал там довольно недовольно не нравится уезжаешь люди покупают потому что там жилье доступных денег стоит ну по крайней мере тогда стоило вот ребята посмотрели в москве за 3 400 хрен чё купишь а там купили пожили подзаработали поехали дальше но вот задача любого ролика донести до вас информацию плюсы минусы а вот выводы делаете непосредственно вы я вас ни к чему не призываю продолжаем второе сам район находится в очень неблагоприятном экологическом месте там мусоросжигательный завод люберецкие очистные сооружения различные свалки рядом торбеева забыла еще какое-то какая-то свалка купчино и все это благоухает некоторые вот реально живут годами и говорят ничем там не пахнет там все нормально но нет на самом деле пахнет и воняет я бы сказала мы привыкли за те три года которые мы там прожили открывать окно высовывать нос и проверять воняет там или нет можно открыть окно вот или нет вот такое бывает там да это второе то есть выйти свежим воздухом подышать это точно не про самолет свежий воздух там весьма номинальный зимой кстати норм вот видимо что-то там происходит и зимой в принципе там парковки это понятно там с ними беда это все знаем до соседи слышимостью говорят масть чудовищная мы знали кого как зовут при этом ни разу их не видев мы знали что внизу живет вадик и юля и что они постоянно скандалят скандалят до такой степени что там громыхали батареи вот это все и как будто это вот происходит у меня на кухне буквально там такое ощущение что стена она из фанеры то есть чудовищная слышимость ужасно ну и сверху там сливается унитаз открывается краны все это вот буквально вокруг это из негативного но у всего есть и вторая сторона медали позитивная вот что ты можешь вспомнить как прям вот класс хорошие вспоминания есть мне очень нравилась наша квартира сама по себе она была классная у нас была распашонка на две стороны с балконом балкон был приличный большого размера у нас получас такая евро двушка типа в общем на кухне можно было спать мы поставили диван нас бы хороший гарнитур и вот эти две стороны они давали классные световое преимущество потому что и с утра и вечером было солнце вот буквально вот так обходила с утра в одной комнате перемещалась вечером закат тогда из балкона не было домов то есть у нас не было окна в окна мы не видели как там кто живет у нас было поле и там где-то вдалеке некрасовка и в принципе было ок вот вечером сама если находясь в квартире все супер мне очень нравилось не было у меня там в принципе не считая слышимости сама квартира была хорошая уютная мы очень много в нее вложили души своей и вот это был очень позитивный момент с самой квартирой это если бы я ее могла перенести сюда короче квартира в который вы сделали ремонт это по сути один из единственных жирных плюсов это жирный а то что знаешь новостройка новый уровень жизни новые дома новые там коммуникации так далее там подобное вот это как-то ощущалось мне есть чем сравнить до этого мы жили в кожухово кожухово очень хороший район он рядом находится его минус это мусорожигательный завод все остальное там плюс это рядом метро он абсолютно обжито инфраструктура там чистота невероятная там с утра дворники шуршат ни одного бычка красота дома шикарные вот эти кожуховские дома с роскошными планировками большие там очень классно было прямо вот там было супер и переехав самолет это было как небо и земля мы могли выйти в кожухово пойти погулять салтыковский лесопарк сходить в торговый центр и так далее в самолет он полностью эти моменты весь все убрал ты выходишь и выходишь вот по самолету кругом ходишь все если тебе нужно в центр ну будь готов добираться с боем а если на работу я вообще не представляю потому что я фрилансер и мне не нужно было к 8 утра каждый день куда-то ездить а люди ездили и это реально вот по огромные километровой очереди в общем сейчас потряхивает смотрю тебя как вспоминаешь немножко так знаешь чуть-чуть так вот пройти очереди да это страшное дело у меня было много там друзей очень общительный человек и мы общались там у нас были чаты домовые с которыми мы периодически пытались решать какие-то проблемы а проблем было много там воду выключили свет выключили кто-то буянит что-то происходит и это вот в принципе люди многим нравилось многим многих все устраивало видимо я считаю что это того с чем сравнивать все опознается в сравнении кто-то жил в гораздо более худших условиях вероятно им это прямо нравилось многим в принципе нравится новостройки их вообще не интересуют никакие деревья никакой лес и экология вообще ничего не волнует вот у меня есть новый дом ура ипотека у меня на 30 лет я обязан быть счастливым здесь и сейчас и за это никого невозможно осудить вот на основании этого скажи пожалуйста в каком году и что для вас стало финальной точкой кипения что вы с мужем сидеть на кухне говорите все надо продавать и переезжать обратно в пределы мукаты ну во первых когда я встала в очередь в детский сад и конца этой очереди не ожидалось ближайшие лет цать там стоят реально до пяти шести лет ребенка отдать его детский сад это что-то невероятное в группе там по 50 человек набиваются сейчас возможно откроют еще один детский сад не знаю насколько это облегчит участь потому что там еще десяток новых домов понастроили они невероятных размеров гораздо больше чем был наш на 25 подъездов какие-то загогулины там поставили я не знаю будут ли там еще какие-то учреждения поэтому я смотрю ему же говорю суши гоно это уже кошмар правда он приезжал домой вот в 11 вечера 6 уехал в 11 приехал и поскольку помощи у нас как бы с ребенком особо никакой не было никогда мы все как-то самостоятельно ни на кого не навешивали наши эти быт и мне стало прям вообще тяжело потому что я хочу с ним погулять где-то в парке куда-то поехать а я не могу потому что он маленький вот из коляской вышли по самолету кругами там хочешь тяжело морально было нам перенам вот совершенно не нравилось то что там постоянно какие-то запахи соседей лифты ломающиеся и вот это все я говорю суши давай может переедем уже куда-нибудь я хочу давай вот три года прошло мы тут отбыли свой срок можем продать квартиру без уплаты налогов давай чего не смотри ну давай осорил теперь постепенно а еще вы принимаете решение продать квартиру спустя три года какой там пожили ваша квартира как и многое другое жилье бросает в цене до в два раза почем ее в итоге продали в итоге мы ее продали за 6400 как долго вы искали покупателя быстро то есть выставили на продажу и в рамках месяца ну нет нет у нас получилась такая небольшой конфуз с риэлтором наняли мы риэлтора и как-то она очень вяло работала вот все просела недвижимость просела там тра-ля-ля выставила на циан за бешеных семь с половиной миллионов и мы сидим а я очень конкретный человек а вот мы сидим и я и звоню и говорю суши но чё у нас там никто не смотрит ролик ну вот опять просела все ничего не покупать или нет я говорю ладно выставляю сама на авито сама сделала фотки выставила на авито и мне повалили звонки а ты выставила за сколько я выставила за 6400 сразу ну сто сто тысяч на торг вот так мы заложили и повалили звонки естественно половина звонков это были какие-то риэлторы хотим продать вашу квартиру предлагаем ипотеку сбербанк и так далее ну в общем я такие звонки сразу отсеивала и но по этому же звонку нашла хорошего риэлтор он мне так понравился и он начал продавать собственно нашу квартиру и как-то быстро все до три месяца мы ее продали за три месяца за три месяца так ну параллельно с этим когда вы продаете квартиру вы же уже начинаете присматриваться к другому жилью вот смотри 6400 ты в голове с мужем держишь то ага денежка будет наличкой какую-то сумму вы еще планировали доносить обязательно я продала свою квартиру в екатеринбурге она была небольшая и где-то бы это было в районе трех миллионов быстро тоже мы ее продали очень быстро она была хорошем состоянии довольно дешево мы ее продали и в общем-то у нас в наличии получилось девять с половиной а больше каких-то там скопленных денег дополнительно на тот момент не было нет не было потому что денег очень много тратилось на житье-бытье на туда сихах плюс ребенок все это не к но плюс я перестала работать время на это поэтому я доход не приносила зарабатывал только муж соответственно бюджет он так сказать просил так имеем мы девять с половиной миллионов рублей это 2021 год это 2021 год мы вот эту квартиру купили в январе мы сюда заехали в январе 2022 год какие вы районы вообще в целом рассматривали вот с этим бюджетом что вы вообще смотрели изначально мы вообще хотели куда-нибудь на север типа бабушкинская свиблова что-нибудь вот в таком духе вообще смотрели в пределах мкат вот так в целом есть чтобы там не было заводов пароходов всяких то есть мы отмели различные где есть сразу там очистные сооружения какие-нибудь вот то где мы жили мы совсем не хотели дышать снова вот этой всей истории поэтому мы начали смотреть где есть парк где можно гулять с ребенком чтоб рядом была там поликлиника элементарно какие-то транспортная доступность вот это все но столкнулись следующей истории на авито и циане очень много фейковых объявлений то есть там нормальная цена там например двухкомнатная квартира условно свиблова там например за там 10 миллионов красивый ремонт там все такое звонишь на самом деле она 15 там 16 миллионов либо это торг а чем объясняют 10 миллионов прям просто привлекают а то есть ничего типа не 10 15 на самом деле это 15 16 и может быть это какой-то арест либо это какие-то торги аукционы приходи там торгуйся ну в общем какая-то вот такая различная дичь конечно мы это все сразу отметали и таким образом когда ты смотришь на авито и цена вроде у тебя вырисовывается 1 а по факту это гораздо все дороже гораздо выше и мы начали потихоньку снижать свои общем аппетиты с севера мы ушли потому что все что мы там смотрели все это стоило либо сильно дороже либо это было в таком состоянии куда надо было вложить еще там полтора-два миллиона и где-то все это время жить жить на было негде нам было вот надо продать и сразу куда-то переехать начались на бегут давай перова посмотрю он говорит да фу перова ногу смысле фу нормальный район внутри мкада чуть и не нравится поехали смотреть мы поехали смотреть я взял серёжу риэлтора мы с ним начали гулять это была зима и я смотрю и кругом вот деревья а я так вот лесной житель какой-то гном нет надо чтобы было было деревья чтобы было зелено чтобы был какой-то лес и я буквально вот здесь вот в 500 метрах от нашего дома огромный измайловский лесопарк вот он огромный просто и здесь терлецкий парк кускова пожалуйста я говорю слушай ну классно вот магазины давай говорю посмотрим ну давай смотреть вы начали смотреть вариантов было немного были варианты в жека перовский это единственный такой комфорт класс причем это такой не человек а три свечки там нормально но цена была конечно 18 миллионов хотели за однокомнатную квартиру 45 метров мы такие ну понятно увы и ах вот начали смотреть и пятиэтажки мы не рассматривали дома под реновацию не хотели попасть обратно в убогую новостройку я расскажу какая тут реновация это вообще отдельный разговор начали смотреть вот такие пятиэтажки это сталинки походили посмотрели и вот выбрали одну квартиру с приехали с риэлтором начали смотреть она мне понравилось я смотрел ее одном уже не было он сидел с ребенком или на работе был понравилась тебе квартира и ты отправляешь на осмотр мужа да муж приезжает муж приезжает говорит ну норм нормально бы давай брать цена нас устроила цена была десять с половиной миллионов квартира была не убита то есть для нас это было супер важно потому что нам ну повторюсь негде было жить нам надо было вот сразу куда-то переехать поскольку это сделка альтернативно нас было две недели на переезд то есть вот за две недели нам что-то надо было там на колхозе чтобы взять ребенка и туда приехать а ты отдать детали смотри вас 9 500 условно где еще миллион нашли ипотеку а то есть все таки вы зашли в ипотеку на один миллиончик и на какой срок вы взяли какой платеж 17000 неплохо но планируете как и все закрыты мы закроем досрочно и ну вероятно будем либо менять в будущем на какое-то другое жилье либо останемся здесь посмотрим то я вот теперь давай я вывожу на широкий угол и людям уже в деталях показываю райончик друзья ну смотрите пятиэтажечки такое ощущение когда заезжаешь подобные районы москвы что ты не в москве что ты вот уехал куда-то за 100 за 200 километров и вот небольшой провинциальный город но отмечу что в целом чистенько во дворах площадки есть не современные но они есть лавочки есть инфраструктуры здесь отдельно разговор здесь есть все чтобы не повторяться детские сады школы все в шаговой доступности правильно да но при этом есть вот и такие элементы так сказать все как положено слушаться то ли какие-то ковры то ли полотенца вот и когда приходишь сюда ну и твое мнение в целом как тебе район как тебе ноешь мне такое чувство что я попадаю в детстве вот я сама выросла подобном месте я думаю как и многие вообще из нас и мне это как-то близко не знаю мне нравилось я вот любила вот в детстве смотреть из окна видеть играющих там детей например видеть под окнами деревья яблони что-то такое слушаем не это ну что получается у тебя жил в доме где вы жили в этом хороший дом то есть он не фыркнул искал типа танюха он никогда не фыркает сам по себе он человек очень адекватный реалист то есть мы мыслим реальностью мы понимали что мы не хотим влезать в ипотеку там на 30 лет и платить по 60 тысяч в месяц потому что живем в нестабильное крайне нестабильное время тем более 60 там 70 тысяч на 30 лет для нас это было абсолютно не мы не рассматривали такие варианты принц я предлагаю пойти к вам в гости покажи что выбрали подъезд посмотрим ну и заодно расскажешь но вот смотри первое на что люди обратят внимание тротуар она тротуаре стоят машину при этом как ты говоришь у каждой машины это свое место и то есть соседи друг на друга ничего не не говорят но у нас здесь зато прекрасно проедет пожарная техника то есть эти дома они не были рассчитаны на такое количество машин изначально они когда строились естественно столько тачек не было просто тротуар теперь это парковка никто из пенсионеров там людей постарше не жалуются всех устраивают все норм я не слышала по крайней мере чтобы кто-то сильно жаловался друзья зацените все кроется в деталях какие-то коты тут у вас правильно это наши коты а почему именно коты есть здесь очень много кошек у нас есть бабушки это же бабуляцкий район бабушки кормят кошек и здесь очень их много и вот у нас собственно здесь короче кошачий двор у вас вот улица кошачьи надо было называть они здесь посадим траву скоро соберемся посадят у нас многолетки всякие посадили мы такие садово ну вот смотри не бывает вас здесь во дворе вот на лавочке ребята водочку пьют закусывают чипсами не видел то есть целом и по вечерам такое что ты прихожу за мою кота музыка долбит арут тишина и когда муж прижать с работы у вас также свое место вы ставите спокойно машину и до года вот она наше место там покажу под окном вот мы здесь обычно ставим машину это ира она всегда ставит здесь вот видите как друзья бывают танька знаю всех соседей кого как зовут то где ставят здесь как правило ставим и но если бы ой господи но если поставит как кто-нибудь другой я не обижу орать не будешь так ну давай заходим мусоропровода нет в подъезде нет друзья как обычно стандартная уже рубрика обзор подъезд так я помню вас дом после капремонта новые двери стоят плитка новая пандус сделали колясочная небольшая ну так называемая стихийная у нас есть пандус для инвалидов вот в этом в этой квартире живет татьяна руховна с мужем и он инвалид он ездит на коляске на так вот его пускай скатывает его это для него смотри давай подожди пока проговорим вот вы получается покупаете квартиру на первом этаже умышленно или так спала она дешевле сто раз она стоила дешевле на 2 миллиона чем в соседнем доме на третьем этаже с балконом там стоило уже 13 мы в том числе для тебя как для мамы это тоже по-своему плюс потому что коляску ты можешь оставить здесь я поставила ребенок вышел пошел то есть это меня короче не тащить на пятый этаж условно мы еще про первый этаж я расскажу подробно почему почему у нас не смутил конкретно этот первый этаж мы заходим в гости вот я уверен почему-то что таня как героиня выпуска вам зайдет что называется спокойно рассказывать и зачастую когда мы снимаем про москвичей вы пишете от зажатые москвичи здесь мне кажется все по-домашнему все максимально приближено к реальности вот это было это было это все было было вот это вот странноватая на мой взгляд прихожая но мы решили не менять потому что мы не успевали это все делать и нас принципе порадовали эти антресоли прикольные которые были у эльвиры петровны которая здесь до этого жила она была очень креативная женщина они были прикольные в них вылазит целая куча вот то есть трехметровый потолок вот это вот все вот это антресоль мне она почему-то так зашла у нас там куча вещей слушай но не темновато в прихожей не думаете в дальнейшем здесь вообще все менять поставим здесь угловой шкаф сделаем навесной потолок со светом будем менять полы вот на это лето у нас запланирован вообще здесь масштабный ремонт коридоре конкретно будем менять поэтапно короче в ванной ничего мы не меняли все так и было санузел обращайте внимание совмещенный ванна рапина унитаз пожалуйста так дальше у нас начинается интересная планировочка советской квартиры направо пойдешь на кухню по и попадешь давай на кухню то есть кухня небольшая но сколько квадратов за 56 сколько говорят выведем вам планировку ну по ощущениям там где-то 6 квадратов такая небольшая кухня но тем не менее вам на троих более чем я думаю да более чем вы кушаете здесь да мы все здесь едим вот детский раздолбанный уже раскрашенный весь стул здесь есть ребенок мы как три медведя сидим нам хватает у нас достаточно редко кто-то приходит в гости но если приходят то мы тут как-то умещаемся но в основном и втроем нас ничего не смущает здесь сижу я здесь сидит муж здесь сидит сын одна я вот здесь быстренько приготовила 1 1 так выходим с кухни попадаем в принципе в большой такой зал планировка это родная правильно то есть ничего здесь не менялась все как есть подозреваю раньше здесь стояли распашные такие двери наверное здесь у вас получается первое это идет ваше спальное место рабочее место компьютер техника чем занимается таня и муж чуть позже расскажем шкафы для хранения вещей ну и соответственно дальше это вторая комната пойдем покажи вторую комнату вы естественно дали под ребенка здесь детская детская не большая но тем не менее это уже свой угол у ребенка где у него идут творите книжки раскраски как я понял сын у тебя любит рисовать очень любит потому что сын любит еще на стенах рисовать обои мы не клеили потому что он все равно все изрисует я упарилась перед выпуском отмывать это не смогла отмыть это вот остатки икеи которые мы смогли зацепить слушай но с точки зрения живности мне люди говорят я всегда ругаю новостройки но при этом хвалю вторичку клопы тараканы крысы мыши еще что-то вони с подвала ну как без эту первый этаж расскажи нет мы как сделали я пошла к соседке татьяна руфовна наша соседка я и обожаю нас чудесная женщина если нужно посидеть с ребенком я и закидываю его и иду там по цену примеру не надо было она с ними сюда посидит хорошая и я к ней постучалась и говорю расскажите пожалуйста мне про подвал потому что я перед тем как купить в общем то эту квартиру мы начали интересоваться именно первым этажом мы никогда не жили на первом этаже не я не муж не вообще никто из нас не жил мы не знаем как здесь живется поэтому мы начали наводить справки по поводу конкретно этого первого этажа на что нам сказали что все у нас ок зайдите посмотрите то есть никакой сырости никакой плесени ничего такого не было и никакой вони никакого валящего пара из подъезда из подвала не было так как тараканы мыши там не лапы и мышей не таракану если бы здесь я увидела бы хоть одного клопа обижала бы сверка пятками никогда бы не купила жилье с такими соседями то есть это нет конечно нет запах в принципе приятных квартире ничем нет там даже там старины какой-то ну вполне жить как в тюрьме то не жить как в тюрьме смотри смотри а у тебя решила у нас мы спорим уже целый год я за то чтобы их убрать потому что это во первых пожарная безопасность по поводу того что ну если какой-то пожар ты выскочил в окно и спасся да но муж немного таких старых этих понятий грабят ограбят и так далее почему пока процессе переговоров на эту тему я за то чтобы их убрать на самом деле мне они тоже не нравится мне не нравится смотреть на что они присутствуют поэтому вероятнее всего мы конечно будем убирать и окна поменяем мне не очень нравится такая планировка окна хотелось бы просто чтобы они были высокие но большой плюс то что ребенок там залез на окно из-за него никогда не вывалится например ну да короче во всем есть свои плюсы во всем есть свои минусы ну что пришло время сделать депрессивную зарисовочку как же без нее ну смотрите дома постройки на в 1958 году когда ты выходишь во двор местами он стал современнее но в целом когда ты ходишь там прям в воздухе стоит запах такой советского союза смотришь на людей и прям понимаешь что наверняка еще девчонкой маленькой здесь бегала час уже бабушка на пенсии живет смотришь в эти окна смотришь на этот быт вот детская площадка как вам подчеркиваю я снимал хорошую погоду сухо представляю что там будет после дождя выйдешь грязище как вам площадка сама по себе вроде бы как есть но понятно что это все настолько старое уже становится небезопасным именно поэтому их нужно менять на более продвинутые там прорезиненные и так далее но при этом друзья я понимаю что кто-то от этого бежит на мой взгляд там приходишь там какой-то такой уют своей какая-то атмосфера присутствует жизненная атмосфера давайте будем объективными что выбирают допустим подобные дома ну вот татьяна прямым текстом говорит был ограниченный бюджет дай людям возможность заработать через год-два заработает условно 100 миллионов рублей с удовольствием купят себе квартиру в шикарном жилом комплексе внутри москвы таких здесь полным полно квартиры есть по 250 миллионов по миллиарду ну и так далее то есть ключевой смысл народ голосует рублем они свой вопрос квартирные закрыли мужу на работу стало ближе детский сад под окном школа под окном это одно очень часто говорят что вот в новостройках другой контингент там уже все по-другому там люди какие-то более продвинутые переезжают в каких-то возможно но куда мы не приезжаем зачастую если своевременная управляющая компания не убирается там везде будет срач мы ездили в колонну возле дома срач то же самое здесь вот в москва выходишь повсюду пакеты валяются бутылки из-под пива водки то есть бухарики само собой присутствуют не в ее дворе там на лавочке перед домом так соседнем это все есть те же самые гаражи капитальный советский но для кого-то это счастье писать что у тебя сзади дома капитальный гараж как тебе какие-то пристройки к дому от напишите что это такое даже сначала не понял такая знаешь какая-то терраса покупаешь себе квартиру на первом этаже там двухкомнатного тебя такая терраса летняя как он и в целом то есть вот атмосфера своеобразная есть но доступное жилье относительно прописка москва свои плюс до метро ближе именно поэтому тут очень спорная тема кто-то бежит из таких мест как раз те самые новостройки а кто-то наоборот вот ребята пожили вернулись сюда вот тут друзья черту такую подводим пишите ваше мнение в комментарии обязательно вот делюсь с вами интересным наблюдением за моей спиной если увидите огромное количество дворников назовем их так ну людей кто собственно убирался собирает эти кучки вот видите сразу они все спиной поворачиваются на самом деле никого не хочу ни в коем случае обидеть уборка проведена кучки собраны как видите готовится к весне полноценный и когда видят человека с большой камеры как у меня сразу возникает вопросы кто такой я все время отхожу ли а что же пошутить хочу с администрации с проверкой приехали отправили собирая вот видеоматериал за что можешь район похвалить что тебе здесь нравится помимо обилия зелени и того что рядом большой парк парки сады детский сад это было первое ну что ребенку же надо ходить детский сад правильно мы я встаю в очередь на мост ру мы получаем все значит здесь регистрацию прописали сразу же и через месяц мне предоставили место в детском саду уже класс уже первые плюсы прописки очереди в три миллиона человек мне такие яшу в шоке было просто держи магазины пожалуйста вот вкусвилл там пятерка дикси самокат 10 минут привезется что хочешь перик до метро пешком до метро пешком минут десять я иду я хожу очень быстро если будешь гулять вальяжно минут 15 таким образом 10 минут садишься на метро и какая станция получается это перова то же самое время дашься энтузиаст и сколько ехать до центра к примеру до красной площади и ты в центре отсюда и до красной площади полчаса то есть соответственно переехав сюда после новостройки умкада ты почувствовал сразу скачок вверх скачок муж теперь приезжает без 15 9 он работает до 8 без 15 9 он дома то есть в 45 минут и спокойно по пробочкам потолкался и уже дома а он на метро ездит сейчас он на метро даже стал машина стоит под окном устал ездить на метро раньше на машине по 2 машине он ездил до ново косино 45 минут примерно это занимало плюс дорога до работы там еще надо ехать на автобусе 200 путешествие сейчас она гораздо легче уверен что сегодня многие предприниматели и собственники бизнеса задаются вопросом а как сохранить свой номер находясь за рубежом особенно если ваш номер ключевой и вы его использовали для вашей работы и раскручивали годами а то и десятилетиями лояльность и доверие клиента компании один из важнейших критериев успешного течения бизнеса и сохраняя свой номер телефона вы уменьшаете риски потерять очередного потенциального клиента и вот как же решить эту проблему спросите вы а я вам рассказываю переезжая за границу единственная возможность звонить и принимать звонки с российского номера это переход на айпи телефонию и вот одним из лидеров в данной сфере является компания о которой я вам ранее уже рассказывал имя ее юис компания юис уже более двадцати лет успешно предоставляет услуги связи для бизнеса и по сей день готова оказывать помощь каждому предпринимателю сохранить и настроить надежные коммуникации с клиентом из любой точки мира загибаем пальцы преимущество работы с компанией юис быстрая работа технической поддержки раз стабильная надежная связь 2 соотношение цена-качество 3 и сюда же добавлю высочайшая оценка яндекса в сегменте возможность сохранить уже используемый номер телефона 4 ну и 5 это помощь даже самым неопытным стараются детально разложить ответы на все вопросы своих клиентов ну и конечно же больше подробной информации вы найдете по ссылочке в описании все те кто подписан на канал смело называйте промокод мошков дмитрий компания юис подарит вам тысячу рублей на бонусный счет для того чтобы вы могли потестировать сервис пользуйтесь на здоровье что может быть уютнее и приятнее душевного общения на кухне тайну первым вопросом хочу тебе задать такой может быть интимный вопрос но тем не менее люди сейчас начнут ты значит приехала из региона ну все понятно муж все купил и так далее родители дали денег вам все дали и так далее расскажи просто чем занимается супруг и чем занимаешься ты чем ты зарабатываешь я фотограф я снимаю свадьбы семьи вот это все муж в дизайне работает делает фасады домов таким образом скопили на квартиру вы вместе или больше муж вместе конечно и до рождения ребенка я очень много работала в сезон то есть очень много заказов как-то я быстренько переключилась от того откуда я приехала быстренько переключилась на местный рынок как-то и все нормально пошла поехала нет мы все делали вдвоем работали мы вдвоем сейчас это же кстати уже начала слава богу работать правда в полтора года ребенка я уже снова начала вот пошел сезон вот спустя восемь лет как тебе вообще москва не надоело хочется уехать обратно в екатеринбург или куда-то переехать ну как нет я же здесь привыкла здесь уж наш дом мы тут уже сколько живем нет но я езжу к гости то все равно к родителям там все у меня там папа-мам живы все хорошо мне приезжаю мне друзья там то есть у меня нет как-то такого знаешь вот я приехала типа тут москву а вы там вообще такого нет мне ок и там и там мне кажется что дело не в городе даже знаешь а просто вот как живешь то у меня здесь семья мы здесь живем если мы там решим поехать еще куда-нибудь там нас занесет мне не будет как-то принципиально что подобно именно москва какие минусы ты можешь отметить здесь и смотри допустим жила-то в новостройке ты их перечислила а вот здесь например минусы минусы есть во первых это огромное количество реновационных домов здесь конкретно вот наш вот этот вот такой микрорайончик здесь ничего нет под реновацию мы специально смотрели прямо чтобы ничего не было здесь под реновацию потому что не хочется жить около стройки не хочется жить там где снова будет человек и вот это все но здесь этих реновационных домов много на улице ты опрокинула фразу что ты про эту реновацию еще расскажешь а чё там происходит реновация это какая общая история дома строят извините из говна и палок вот я хожу периодически фикс прайс он тут недалеко там за детским садом там в общем и строят сейчас дом строят его там кое-как очень быстро и это просто ужас привезли плиты знаешь вот такие тонюсенькие типа кирпич то есть он как будто вот нарисован или приклеен и в него уже встроено окно и вот эту здоровую фигню так лепят типа это стена из кирпича но это капец я называю это из говна и палок то есть люди вот в это переезжают из вот этих добротных посмотри какие стены толстенные здесь здесь телефон хреново ловит потому что здесь очень толстые стены соответственно и зимой тепло и очень низкая слышимость я ни одного соседа зовут второй год живем не слышал чтобы кто-то ревел кричал там не слышно а в новостройке каждый день какой там вообще и вот эти реновационные дома такие же да ну ответь людям сразу на вопрос скажут вот это вот все старые проперданные дома с клопами с тараканами с пьяными соседями алкашами наркоманами короче тыры пыры 8 дыры все плохо нет у нас супер адекватный подъезд мы все общаемся у нас есть домовой чат у нас есть старший по дому роман привет роману он отвечает за то чтобы у нас было в порядке с водой если какой-то косяк у нас с водой а это бывает в таких домах ну например прорвало какую трубу он звонит в моек там что-то шелестит и у нас раз-раз и быстренько налаживается это все мы все общаемся у нас если кто-то барагозит все собираются и в общем выламывают зачинщику управляющая компания зачастую в жилых комплексах все время люди недовольны неплохо плохо чистят ничего не делают ну по-разному здесь гораздо хуже в этом еще хуже конкретно в этом районе управляющая компания это тихий ужас это вот один из минусов этого района она ужасная то есть собственный двор мы чистили сами у меня даже мозоль то есть все что мы видим сегодня у вас субботничек да у нас был субботничек мы здесь сажали цветы скоро будем сажать траву скоро привезут еще каштан мы заказали там у нас будет вот площадку выбивал тоже роман раньше она была гораздо хуже это недоделано и и доделают и мы поставим здесь заборчик в общем и своими силами тут как садово огородники сделаем все эти дела ничего проперженного у нас подъезде по крайней мере нет никаких бомжей валяющихся алкашей наркоманов там у нас конкретно в нашем подъезде нет по моему есть какая-то маргинальная квартира в третьем подъезде как говорится в семье не без это сто процентов не бывает такого вот это чушь когда говорят что у нас прямо все супер вау такого не бывает потому что когда много народу кто-нибудь все равно хуже всех себя ведет в основном это те кто снимают жилье вот они как правило не очень себя ведут такие бывают а так в основном это собственники все живут здесь из серии с детства многие родители здесь жили теперь здесь дети живут вот такие тайна смотри вот эти дома получается вас под реновацию не попадают в ближайшее время сносить не собираются ты не смотрела сколько плюс-минус ваша квартира вот на сегодня этот дом служит 150 лет мы когда покупали там у нас в карточке все написано износ этого дома 40 процентов очень часто люди говорят а какие планы вообще вот о чем вы например там не за мечтаете стремитесь например в дальнейшем вот вы же с мужем общаетесь сделаем ремонт капитальный или поживем сделаем не капитальный ремонт потом трешку возьмем мы так и думали что вообще похоротелось бы конечно трехкомнатную квартиру и но мы вообще как мы вот все движемся ближе к центру скажем и ну возможно в будущем если все будет нормально если все в жизни как-то наладится наша в россии вообще все эти дела устаканится цены когда это будет хрен его знает я надеюсь что когда-нибудь и вероятнее всего мы будем это продавать здесь квартиру и брать что-то короче первая часть с жильем это продать условно двушку купить трешку этажом наверно уже повыше чтобы был балкончик желательно велосипеды туда всякое остальное вот балкона реально не хватает прям вообще поэтому у нас этот колхоз из колясок потому что на втором этаже ребята которые тоже них родился недавно ребенок у даши там американец один а вот с этого момента поподробней так что еще там за стивен стивен с дашей они на втором этаже живут он работает учителем в школе то есть он прям настоящий американец коренной американец абсолютно настоящий американец и наверно у даши есть возможность получить гражданство все американское они не хотят в америках им тут как бог а вот вот в россии то у них родился ребенок у них как бы все нормально они в общем то не стремятся туда уехать короче стивену в любом случае все смотрят пойми правильно стивен при всем уважении мы здесь люди все позитивные поэтому по-людски относимся только с позитивом тань а участочек некоторые говорят ну зачем ну зачем тань зачем тебе это москва ну лучше вот участочек честно вот я еще не видимо не состарилась до такой степени чтобы участочек пока меня только вот на цветы начало высаживать ну это первый этап с чего-то начинается возраст он приходит незаметно у меня началось все с неволги у меня то тут колет то тут то шея блин то нога слушай не могу не задать вопрос касательно твоих татуировок я думаю люди спросят что там нарисовано нет ну просто интересно что нарисовано значит ли что-то это это бурная молодость это такая я такая всю жизнь знаешь рок-н-ролл там вот это все это я сейчас такая типо отцы видно у меня раньше был ирокес ты раньше была рокер я была неформал конкретный да и вот эта тусовка вся была неформальная ну это классно было когда ты какие-то мой 2007 знаешь когда говорят верни мне вот это мое время слушай твое тело твое дело каждый решает сам но вот просто такой вопрос ты не пожалела на сегодняшний день о том что у тебя вот ананас нарисован с очками то есть как бы при желании пока нет такого там свести татуировку нет ничего не планирую сводить я даже тут с ребенком сделал написано все же познается в сравнении понимаешь если бы мы переехали сюда из положим какого-нибудь шикарной там новостройки на блин котельнической какой-нибудь набережной или сталинки на котельнической набережной знаменитая тоже полно в центре каких-то крутанских новостроек повелецкая там какая-то сити или чё там понятное дело что я бы тут сидел и фыркала знаешь ой чё за говно если бы у меня был папа олигархи я там-то а засунули бы меня сюда как бы да я бы сказал нифига себе чё за нищие вообще но мы люди простые мы зарабатываем на все сами у нас нет родителей олигархов как бы да и мы как-то мыслили вот этими реалиями что мы можем себе позволить так чтобы потом не жевать капусту понимаешь вот мы платим эти 17 тысяч ипотеки они нас не ломают мы можем хорошего доктора ребенку позволить мы ездили в док дети там например хорошая дорогая да вот мы у нас там я посещаю психотерапевта там тоже это не 3 рубля хорошие продукты мы покупаем хорошую одежду покупаем то есть то есть такие вещи которые мы ну было бы трудно себе позволить там при 70 тысячах там за ипотеку например тань давай в качестве благодарности оставим в описании на тебя и на твоего супруга ссылочку чем ты занимаешься чем он если вдруг нужны услуги фотографа на свадьбу да чё еще семьи пар работы есть образцы где-то вот и чем занимается муж то есть тоже персонально можно обратиться сделать слушай а мне еще очень сильно нравится послушать историю тех кто жил здесь конечно шикарно в такие ролики вставлять интервью с теми же самыми бабушками дедушками потому что им есть что рассказать и тебе в том числе здесь ранее проживала женщина бабушка вот расскажи ее кто это такая чем она занималась она была все классно тетенька здесь было видно вот мы когда зашли обману что в эту квартиру я понимаю что она я очень любим то есть она не была какая-то засранная за сценой там не было никаких ужасов ну как подошли стереотипы а бабуля цких квартирах раздолбанных убитых там ножки и сдохлые там валят вот там лес ничего такого него здесь было все в картинах она путешествовала по миру любила всякие там в основном азию япония там корее все все было в каких-то гравюрках значит этих памятных каких-то написала учебники географии мы нашли в шкафу целую стопку этих учебников по игра под ее редакции даже загуглили на лекции читал классно у нас мы ее посуды кстати пользуемся нашли на антресолях шикарную какую-то посуду там фиг знает откуда она привезла класс вот эта тарелка вот и такая классная жизнь я даже искала что она какая-то бабка вот знаешь нет вот это вот бабка женщина хорошая достойная женщина а так вот в целом с кем ты по дому общаешься взрослые люди как есть кто-то из серии там какой-нибудь злой не знаю еще какой-то не в себе не в себе знаешь снимали тут не в себе вот съемщики вот были не сюда одна квартира есть как как у булгакова знаешь вот проклятая вот она есть такая вот сейчас я не сдают либо сдают кому-то очень тихо потому что здесь жила парочка то реально не какие-то были не знаю чего там принимали но один раз стою пью чайок летом открывается дверь и она просто вылетает в чем мать родила валится на асфальт орет и он ее там лена там ты чего исполняешь ну вот такие была парочка но они съехали слава богу вот так вот раз и на одном дыхание пролетает воскресный выпуск потрясающие люди нас окружают друзьями я вас всех приглашаю в комментарии но хочу попросить вести себя культурно иногда мне стыдно читать комментарии когда вы оскорбляете героя выпуска ну зачем вы переходите на личности мы же все хотим жить чтобы было дружно и замечательно вокруг нас наши соседи были хорошими вот давайте начинать с себя значит всем предлагаю подписаться в телеграм-канала и там выходит много всего интересного много различных анонсов помните героя прошлого воскресного выпуска дмитрий из колонны вот в телеграме я сделал свежий пост где рассказал сколько ему люди за донатили за одну неделю сумма там внушительная на что он ее планирует потратить там же я сделал анонс на предстоящий воскресный выпуск который многим тоже был интересен и уже люди ждут а мне уже есть договоренности по съемочкам короче подписывайтесь обязательно там есть что посмотреть высказывайте ваше мнение ведь речь идет о жизненно важных вопросов для нас вторичка первичка москва замкадом другой город дом свой это все можно как раз там обсудить все комментарии ваши читаю не добавить не убавить все полезные ссылочки по этому сюжету ждут вас в описании до новых встреч всем пока пока